В начале служения, прочитаем перед нашей молитвой, послание к евреям, 12 глава. И перед этим в 11 главе автор, он рассказывает о многих героях веры, о тех людях, которые указали примерство, исследование за Богом, именно в Ветхом Завете, к ним были верны Ему, где им приходилось переносить трудности, переживания. И в 12 главу, начиная с таких слов, 12 глава, 1 стих. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Давая пример о том, как они поступали, говорит, «поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». И дальше говорит, что же нам нужно делать? Говорит, свергнем с себя всякое бремя и, говорит, знающий нас грех. Интересно, в украинском периоде написано слово «оплутые», «грех еще оплутые», как какое-то животное, которое охватывает со всех сторон, что грех он оплутые. И он говорит, что свергнем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и будем проходить поприще. С терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Дальше еще несколько говорит о том, что как мы будем идти. Как будем идти за Христом, говорит, что с терпением. Именно тот поприще – это то слово, которое используется для того, чтобы сказать о борьбе или каких-то соревнованиях, сражениях. И он говорит, что с терпением будем проходить наш жизненный путь, эту жизненную борьбу. Говорит, с терпением. Дальше второй стих мы читаем «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Взирая на Иисуса Христа. И как мы на него можем смотреть? У нас есть Слово Божье. У нас есть четыре Евангелия, которые с разных сторон показывают Христа. Открывают о том, как Он поступал, как Он говорил с теми людьми или с другими, как Он отвечал им, что Он делал, как Он реагировал на разные ситуации. В Евангелии видим на Иисуса Христа. Также книга «Откровение» нам открывает, какой Иисус прославленный там, на небесах. У нас есть то, как мы можем взирать на Иисуса Христа. И читая Евангелие, мы видим о том, что как Христос поступал, брать пример с Него, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, принебрегший постромление, и воссел одесную престола Божия. И что Христос показал пример того, что Он начальник веры. Каким образом это Он начальник веры? Потому что с Иисуса Христа начинается наша вера в Бога. Мы верим в то, что Христос пришел в этот мир, Он воплотился, Бог. А то, что Он послал за грехи наши, Он взял на Себя наши грехи, и то, что Он воскрес. Веляснил именно тем основанием веры. Веря на Иисуса Христа начальника и совершителя веры. И то, что-то Ему принадлежало. Ему принадлежала определенная радость. Здесь Павел пишет, что вместо предлежащей Ему радости, то, что было у Него на небесах, то, что было у Него у Отца, когда ангелы находились вокруг Него, они славили Его. Но Он все это пренебрег. И почему? Зачем? Пренебрегший пострадание и воссел одесную престола Божия. Видимо, что в этом стихе автор говорит о том, что Христос совершил очень важный путь здесь на землю. Пострадал на кресте. Он умер за грехи. И Он воскрес, и Он вознесся к Отцу. Такой вот путь Христа, можно сказать, такой в одном стихе буквально он показывает то, что совершил Христос, на какого Христа именно взирая. Может, уже в то времена, в первом веке, уже были те люди, о которых Павел писал, что они лжехристы, о том, что будут те, которые будут говорить о себе, что они Христос. Но никто из них не воскрес. Только Иисус Христос, Он воскрес и сидит одесную Отца. Итак, видим, что Он говорит, что мы, имея в виду себя такое облако свидетелей, первое, свергнемся в бремя, запинающий грех, и второе, что будем проходить с терпением наше поприще, взирая на Иисуса Христа. И третье, в третьем стихе написано, помыслите о претерпевшем, такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. А наши мысли, они заняты Иисусом Христом. Говорит, что помыслите о том, что Ему пришлось претерпеть. Почему Он говорит о том, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Потому что мы говорим, смотрим на Христа, что Ему пришлось претерпеть. Помним о том, что даже, говорю, Отче, зачем ты оставил меня? Но Он совершил до конца то, что Ему Отец поручил. И в нашей жизни возникают те ситуации, когда кажется, Господи, где Ты находишься? Почему Тебя не было рядом? Чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Поэтому смотрите на Иисуса Христа, помышляйте о Нем, тогда вы не ослабеете в этом пути следования за Ним. И как вот было в 11 главе здесь, вспоминая в 26 стихе о Моисее, что он поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Моисей знал о том, что его ожидает, если он будет пользоваться этим египетским сокровищем, но он знал о том, что его ожидает, если он будет жить с Богом, идти то, что Бог вам предназначил исполнить. То Христос, Он совершил то, что предназначено было, так же и в нашей жизни. Бог что-то приготовил для нас. И Он хочет, чтобы мы шли за Ним, взирая на Него, помышляя о Нем, и с терпением проходили этот жизненный путь. Итак, видим, что в этих трех стихах мы находим, что имея вокруг себя такое облако свидетельств, тех, которые прошли перед нами, которые были верны Богу, теперь вы, теперь ваша очередь, теперь ваш черед идти, сверну грех и идти за Христом с терпением, взирая на Него и так же помышляя о Нем. Поэтому будем таким путем идти за Христом и будем там в вечности вместе с Ним. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok